Акция протестов Бони. Иран вновь заявил, что выступает против изменений границ региона. Мемориал в Талише. Баку продолжает уничтожать. Озвучить перед канадскими властями направленный против армян политику Баку. Призыв католикоса всех армян. Художественно-документальный фильм армянских режиссеров ТЗ «Показы» в Национальном театре Эфиопии. Теннисистка Эльвина Аванесян выступит флагом Восточной Армении. 10 июня состоялось очередное 18 заседание правительства Республики Западной Армении. Со вступительную речью выступила президент Республики Западной Армении Лития Маркуссян. Напомним важность проведения заседаний на армянском языке и при необходимости переводить их на другие языки. Президент рассказала о важности знания и реализации Северского договора, подчеркнув. Мы все еще молодое правительство. Чтобы добиться окончательной победы, нам понадобятся годы. Продвигаясь шаг за шаг вперед, неустанно работая, мы добьемся нашей окончательной победы. Заседание продолжил Армянак Абрамян, подробно представив и объяснив важные положения Северского договора в деле устойчивого восстановления государства Западной Армении, подчеркнув. Мы должны отстаивать реализацию Северского договора. На основе национальной конституции мы избрали президента, который ратифицировал Северский договор. Именно государство Западной Армении признало и ратифицировало Северский договор. Скоро мы будем отмечать восьмую годовщину данного знаменательного события. Говоря о Северском договоре, Армянак Абрамян провел сравнение с положениями Лозаннского договора, подчеркнув. 10 августа Северский договор был подписан также по приказу турецкого султана. Имеются визиозаписи, которые являются важными и значимыми фактами. Их мы можем использовать в интересах и на благо стабильного восстановления нашей республики Западной Армении. На заседании с речью выступила председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян, представив модель грантовой заявки для реализации программ, представленных нашими институтами. Участники заседания обсудили вопросы повестки дня. Группа активистов провела акцию протеста в городе Бонн, призывая правительство Баку немедленно освободить незаконно содержащихся под стражей армянских политзаключенных, в том числе Рубена Бартаняна. Собравшиеся в Бонне деликаты стран, участвующих в рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, также призвали выступить против проведения климатической ассамблеи в Баку. Правительство Баку заявило, ассамблея будет посвящена миру, в то время как это невозможно, пока Рубен Бартанян и другие армянские заключенные продолжают содержаться в тюремных камерах Баку. Баку продолжает осуществлять геноцид против армян, отметили участники акции. Также отмечается, Баку не ограничивается зверствами против армян, но и осуществляет незаконные действия в отношении собственного народа. Согласно отчету Human Rights Watch, по меньшей мере 25 независимых журналистов и гражданских активистов были арестованы за последний год. Они все еще находятся в тюрьме. Иранская сторона вновь заявила о неприемлемости так называемого Зангизурского коридора, которого требуют Баку и Анкара. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана в интервью CNN Turk отметил, Тегерам поддерживает все инициативы, которые помогут развитию региона, нормализации отношений между Ереваном и Баку, но выступает против любой инициативы, которая может изменить границы и демографическую ситуацию в регионе. Мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв Отечественной и освободительной войне в селе Талиш Мартакерского района Арцаха, был разрушен после оккупации в Баку в 2020 году. Позже был полностью уничтожен. Об этом сообщает независимая академическая платформа мониторинга культурного наследия Арцаха. Мемориал был построен на территории мемориала, посвященного жертвам Отечественной войны в 1968 году. После освобождения Талиша в левой стороне мемориальной стены были захоронены четыре воина-освободителя. Впоследствии по предложению и финансированию мецената уроженца Талиша Бориса Сагателяна к мемориальному комплексу была пристроена скульптура орлов, посвященная жертвам освободительной войны. Мемориальная стена с изображением жертв освободительной войны и хачкары. После четырехдневной войны уже в 2017 году по обе стороны от входа в мемориальный комплекс были установлены два памятника – хачкары, посвященные жертвам четырехдневной войны и возрождению Талиша. После установки памятника мемориал получил название «Возрожденный Талиш». На 40-м ежегодном парламентском съезде канадской епархии, созданной в армянской церкви Святой Троицы в Торонто, католикос всех армян выступил с призывом. Перед канадскими властями должна быть озвучена политика Баку по изгнанию армян. Нужно напомнить об оккупированном Арцахе, насильственно перемещенных армянах, незаконно удерживаемых пленных и уничтожении армянского культурного наследия в Арцахе. Приветствия и добрые пожелания участникам съезда направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В Национальном театре Эфиопии в июне составился показ художественно-документального фильма армянских режиссеров Арамазда Галаджана и Горегина Папоянна Тезетта. Ранее в мае фильм был показан на международном каверном фестивале «Вадис» в качестве фильма «Открытие». Это история о музыке, которая на протяжении многих лет была прочным мостом, соединяющим две культуры. Геворг Налбандян, автор первого национального гимна Эфиопии, по приглашению императора Эфиопии Хайлесе Ласе и спасшиеся от геноцида 40 армянских сирот, прибыли в Эфиопию, впоследствии основав императорский духовой оркестр. Взяв за основу музыку в исполнении императорского оркестра, двоюрный брат Геворга Нерсес Налбандян создал современную эфиопскую джазовую музыку. Теннисистка Элина Аванесян выступит под флагом Восточной Армении. Пока ничего официального, отметил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилуян, добавив, что ожидает получения гражданства Восточной Армении. Элина Аванесян родилась в России в 2002 году, наивысшее место в рейтинге ВТА в феврале 2024 года, 60-е. На открытом чемпионате Франции, завершившегося несколько дней назад, Аванесян вышла в четвертый тур. Такие были новости на сегодня. Мира вам и добра!